Привет, друзья! Это новый влог. В предыдущем я вам рассказывал то, что в Москве сейчас такая жаркая погода. Это, конечно, сказывается на температуре в комнате. Сидеть практически невозможно. Вот тут у меня есть такие часы с датчиком температуры Kitford. Тридцатка. То есть я сижу, сейчас монтирую весь мокрый. Просто насквозь. Но я не жалуюсь. Кондиционера у нас нет. Мы его когда-нибудь повесим. Я думаю, это будет после свадьбы. Ну а пока спасаемся. Просто ходим в душ. Хотел еще показать, так что у нас мама в гостях. Блин, телефон заблокировался. В общем, отсюда до мамы сейчас стоимость поездки 3 тысячи 3 рубля. То есть за эти деньги можно купить билет на поезд и даже на самолет. Из-за того, что жара, мы сюда повесили, ну, повесили, поставили сушилку, потому что сейчас высохнет все буквально за пару минут. Катюнь! А, все, она там сушится. В общем, у нас есть еще история, которая меня очень мучает. Это все, что связано с танцем. Мы ее до сих пор не прорепетировали. Я откладываю этот момент, потому что для меня это прям мука. Я уже много раз об этом говорил. Не знаю, что делать. Как от этого слиться, отмазаться? Ну, вообще не получается. Катюнь, может, Дэнский будем репетировать прям перед свадьбой? Ну, я не знаю. Не знаю, что делать. Меня реально мучает. У меня живот начинает болеть от слова «танец». Ну, что делать? Как меня заставить себя, а? Я тебе буду помогать, поддерживать. Все у тебя получится. Блин, это так сложно. Вообще, бипец. Ты уже все знаешь. Вот мы сейчас первый раз с танцем, и ты поймешь, что ты все выучил. Ты все знаешь. Ты будешь просто кайфовать. Да, уж кайфовать я буду, конечно, знатно. Да, температура, конечно, вообще огонь. Мотор. А, мотор, блин. Багажник не открыл. Да, заблокирован. У меня же нет ключа с собой. Мы привезли маму домой, и заодно какой-то кислый торт. Что бы это не значило. Ой, господи, чешок. К маме сейчас тачку закинула. Сколько миллионов денег уже там. Эту клумбу закопано. Много. А я в костюм, чекке. Полгода их не носила. Последний раз на Пхукете. Ладно, вряд ли кому-то это интересно. Смотрим, как Андрей кислый торт запихивает багажник. Все, дальше не пойду. Да, да, с самоваром. Ма, у тебя реально просто багажник-дачник. Филиал, да, филиал сада-огорода. Тачку надо тебе помыть, как-нибудь свозить. Заговняхали. Это вот откуда они? Деревья, блин, нету. Какашки. Довольна? У тебя сколько кислого торпа? Это не кислый, это обычный. А, это обычный. Извините, это обычный торт, не кислый. Кислый кислый, мне еще идти надо будет. Надо посмотреть, у меня там не сгорели, не в горшках. Цветочки-то твои. В полон за день ничего не будет. Ну все, остальное вот коробочка вы эта. Помогите. И пойдете вы тоже в туалетку заберите, потому что мы возите ее в Брянск. Тоже, в общем-то, как мне. Андрей мне не говорил останавливать видос, поэтому я все это снимаю. Уже две минуты. Когда скажут останавливать, тогда я остановлю. Прикольная картинка на Кэнон. Может мне тоже на Кэнон перейти? Все кусты. Мамка активный гражданин. Говорит, надо вот это спилить. Но на самом деле это дерево очень стрёмное. Я боюсь сюда машину ставить, когда к тебе приезжают. Возьми, возьми. Все, рука отваливается. Не знаю, как показать. Вот, под наклоном. Что-то прососалось. Но ее не видно. Вот твоя рука, да? Но если только в лес войдете, вы даже ее не представляете. Я сначала подумала, что это веточки и шишечки. И когда ближе подошла, все просто деревья в улитках. Они прилепились, там и живут. Она мертвая? Не знаю. Что-то меня так печалит. Ребята, время 21 час 8 минут. Вот на улице уже практически темно. Лето подходит к концу. Через три недели уже осень. Ну, а мы с Катюхой приехали в Серджио Пицца. Хотим взять по бутербродику. Изначально думал, в онлайн заехать. Потому что история с моей вебкой и авито не может разрешиться. Там уже прошли все сроки. И я думал, новую взять. Ну да, зато тепло. А я в Тайске что-нибудь. Я помню. В онлайн-трейде камера стоит 9,990, а бушную я за 7 нашел. Но в итоге она до меня и так и не доехала. Разница не очень большая. Плюс у меня есть баллы. Практически косарь. Наша любимая точка. Ну и что там приехало? А, мы же не можем говорить. Точно. Все для свадьбы. Мы выползли с Катюшкой для того, чтобы сходить в Азон, в ББ. Потому что нам пришли какие-то посылки, про которые мы не можем говорить. Потому что там всякие мелкие ништяки для нашей свадьбы. И я надел Катюхину футболку. Это моя. Он мне подарил, когда приехал ко мне в Сочи в гости. Мы только начали общаться. Знаковая. Почему-то она положила ее ко мне в шкафчик. Я ее достал. Надюха. Это мое. Это мое. Мне она нравится. Классно. Погода замечательная. Правда, я все равно честно могу сказать, я с ума не сошел в комнате. 30 градусов. Это не уносимо. Без кондия, я имею в виду. Интересный факт о нашей квартире. А солнышко только у тебя в комнате, поэтому сгораешь от жары только ты в кабинете. Да. Потому что на кухне, в зале и спальне более-менее нормально. Слушай, я туда, когда выхожу, после созвона холодно, как в склепе по сравнению с моей комнатой. Зато у тебя солнце через окно пробивается. Очень красиво. Ну, так пробивается, что мне приходится вот эти блок-аут-шторки пускать. Иначе невозможно сидеть. Я вообще не вижу монитор. И сейчас себя тоже не вижу. Кто-то помнит этот костюмчик? Мы его на Пукете покупали. Такой не купишь в Москве, потому что это тайский бренд. Стой, Катюх. Покрутись. Че там? Пчела укусила? Нет, прям в ухо чуть не залетело. Покажи костюмчик свой классный. Так громко было, прям возле уха начало жужжать. Еще один интересный факт. Катя боится насекомых. Не, мне пофигу. После того, как меня в деревне в течение часа укусило три пчелы, я уже ничего не боюсь. Я тебе, по-моему, рассказывала. Меня первый раз в пью последних укусила, именно вот прям Дулиас Адовича Лаус. Асана Вяк. Короче, я разулочила, бегала босиком, ну, возле дома бабушки. А у меня были шлепки обычные, резиновые тапки. Типа с закрытым носиком. На кроксе что-то похожее. Вот. И я побегала босиком и вставляю ноги в эти тапки резиновые, закрытые. Адам Асан. Прикинь, у меня прям за кучик большого пальца укусил. У меня палец раздал. Я такое на Пхукете видел. У нас чувак перчатки оставил на байке. И туда Скалопендра заползла и укусила. Вот такая фиговина, знаешь, у которой дофига ножа. Я смотрела даже видос о рейтинг самых болючих кусок насекомых. И Скалопендра там на каком-то... Да, больно ему было. Да, это очень больно. Так, ну все, жду тебя, да? Я этот видос уже снимаю несколько дней. Причина, что просто не хочется брать камеру в руки, потому что очень жарко в квартире. Мы, конечно, долго жаловались с Катюхой то, что на улице дерьмовая погода. Но сейчас она жаркая. Но при этом и в помещении стало просто кошмарно. Вот смотрите, спальня. 30 градусов тепла, влажность при этом 58. Да, СО в порядке, на зеленом уровне. Мы уже второй день подряд не можем нормально лечь. В итоге кое-как получается в 3 часа ночи потом вставать на работу. У Катюхи тоже не получается поспать толком. Потому что с утра всякие подрядчики, заказчики и прочие чувики по свадьбе пишут. Ну, что, будем в следующем году устанавливать. Потому что в этом я не вижу смысла. Через 3 недели-то уже 8. Жаловались, жаловались. В итоге помещение это, конечно, невыносимо. Но еще раз вам покажу. Вот у меня в комнате тоже плюс 29. Я вот только помылся и уже снова мокрый. Помните, мы были на свадьбе Димы и Ани? Они скинули фотографии. Я вам немножко сполирну. Вконтакте и телегу я выложил лишь свои фотки. Ну и немножко полистая вот Анин и... Сейчас тут будет Димон где-то. Ага. Ну, это их прерогатива. Пусть они выкладывают. Я к себе в сообщество ВК. Ссылка будет в описании. Вот, запостил. Так вот, загрузилось. Несколько штучек. Плюс есть в телеге. Вот. Так что обязательно подписывайтесь. Хотел еще стримчик провести. Но, к сожалению, время получения камеры это пятница. Это уже будет, ну, по сути, такая предсвадебная суета. И меня не будет в городе. Поэтому отложил покупку до следующей недели. И, может быть, на этой простримлюсь. Сегодня, завтра. Не знаю, ребят. Возьму просто Катюхину камеру и заново все сделаю. Не очень удобно, конечно. Но я, опять же, не хочу какую-то бэушную искать. Или метаться по городу за вебкой. Проще с Катиного компьютера сниму. Все настрою. И проведем веселый стримчик. Правда, я говорю, немножечко какашечный. Потому что, блиц, спать хочу. Второй день вообще. Ох. Ну, ничего. Скоро у нас будет кондив. Расскажи, Катюх, как ты в лифте один раз застрела? В общем, мы сейчас были в лифте. И я хотела запустить веньку. Ну, наш пылесос, робот-пылесос. И я понимаю, что нет связи. Спрашиваю Андрея, вот что делать, если человек застревает в лифте? А там как раз связь нужна. Вот. Он говорит, ну, там кнопка есть. Я вспомнила, что я, ну, лет 11-12 мне было. Я застревала в лифте. Причем не раз. А он был такой прям древний. Очень старый. Он весь трясся. Вот. И я нажимаю на кнопку. Там сначала идут обычные нормальные гудочки. Ну, такие достаточно тихие. А потом, откуда ни возьмись, начинают орать. Добрый вечер, женщина! Я реально, я там просто пересралась. Реально, это очень было страшно. То есть, как будто такие фильмы ужасов. Знаешь, как будто еще на голос какой-то эффект наложат. То есть, там прям как по рации говорят. Очень громко. Увлекательные будни, друзья. Выбрасываем мусор. И снова с тобой идем куда? В озон? Ой, не-не-не-не. Да, да. Там какие-то пчелы. Озон и ВБ. Люди подумают, что у нас Альцгеймера. Каждый день туда ходим. Я бы с удовольствием покупала бы в других местах, в Москве. Но я не хочу два часа тратить на дорогу. Просто в центр очень долго ехать. Нет, это удобно. Удобно. Да, удобно. Смысл мне ехать куда-то в центр и покупать? Вот то, что я сейчас покупаю, игрушки для свадьбы. Они там нужны. Их можно купить и в магазине приколов. В принципе-то. Ну, в Европолисе. Но туда два часа добираться, смысл. Ну, я согласен. А еще такая тема, что мы не можем просто взять и рассказать, что же мы там покупаем. Поэтому со стороны выглядишь, что мы просто как придурки постоянно туда ходим и даже ничего не рассказываем. Не, ну, правда нужные вещи. Я же говорила, из-за того, что нет организатора, многие штуки я посмотрела на Пинтересте, и мне вот захотелось этого платить в жизнь. И, в принципе, это все выходит недорого, если делать само. Если это бы я предоставила декораторам, то за каждую мою идейку они по тысяч пять точно бы брали, а я это все делала за шестьсот рублей, за тысячи. Ну, и наценка была бы. Все сама, сама. Все, сейчас все научишься и пойдешь организаторам свадьбу работать. Мы тут с Катюхой обсуждали, какие приколдессы вообще были в наши, так сказать, школьные годы. Ну, я имею в виду то, что происходило на улице. Я вот помню, я рос в 90-е, очень было много скинхедов. Ты знаешь, что это такие? Слышала, но... Ну, такие, типа, неонацисты, нацисты, и были рэперы, и постоянно происходили пиздилки. Кто там че рэп слушает? Вот эти бритые головы были, черные джинсы, подтяжки, бомберы. Они были оранжевые внутри, сверху были черные. И, естественно, вот такие цепки носили, они как бы из кармана, из одного кармана в другой. И гриндера. Это такие высокие ботинки, они похожи на берцы армейские. И вот такая движуха была. Вот это я прям четко помню, но вроде больше особо ничего такого не было. И панки были. А у тебя, я, конечно, удивился от брянской истории, сама расскажи. Сейчас переверну, поставлю, можно будет так, да? Ну, да. Никуда она не покатится. Нет, может быть и покатится, потому что здесь дорога неровная. Да, я хочу сделать, наверное, вот так. Какая красивая картинка, да? В общем, я, возможно, если меня кто-то сейчас посмотрит из Брянска, что-то скажу немножко неверно. Но мне было лет 13, наверное, 14, когда происходила такая шумиха в Брянске. Но целый год это длилось. Подростки, которые носили вещи одного бренда, Стон Айленд, их почему-то... Естественно, они носили, скорее всего, не оригинал, они покупали это на рынке за 500 рублей. Вот. И они клеили, прям гордились этим на куртке вот эти патчи в Стон Айленд, там кепки, все вот. Ну, господи, там штаны какие-то, там разные, короче, одежда есть. И те, кто носили эти патчи, эту одежду, их лупасили. Можно я без моты буду? Да. Я могу сказать, пиздили. Да. И причем неважно, сколько лет, там мог быть паренек, которому 11 лет, а мог быть, которому 20. То есть неважно, все равно его будут лупасить. Над этим вроде как нельзя смеяться, но мне почему-то смешно было, когда подруга твоя к тебе подошла и говорит, а там мы его как-то пиздили. Там одна моя знакомая подошла ко мне, это было возле аэропорта, это самая большая торговая центра, там на парковке как раз, не знаю, человек 100, наверное, подростков. И не только там, мне кажется, от 11 до 25 лет тут реально собрались ребята, девчонки. Жил бы здоровый. Да, и вот какого-то мальчика били, которому там лет 12 всего, ну так, на внешний вид. Она меня просто увидела, там помахала рукой, я говорю привет, привет. И потом я уже гуляю в аэропарке, я в этом вообще не участвовала, ну не в том плане, что я никого не била. Я вообще там не находилась, я это наблюдала со стороны и в интернете там много было чатов. Короче, я захожу в торговый центр, гуляю с подружками, мы там что-то меряем одежду. И мне звонит эта девочка, которая меня встретила, знакомая возле аэропарка, и плачет, говорит, Кать, Кать, ты видела, что там происходит? Я говорю, ну да, видела, уже полгода это длится. Ну когда мы его побили, вообще жесть. Слушайте, а расскажите, что в ваших городах, может быть, какая-то дичь была, вот прям интересно почитать в комментариях. Это было, когда я была подростком. Когда я была прям маленькой, у меня сестра плюс старшая есть, вот она была подростком, а я была прям мелкой. У нас 7 лет разница. Я помню то, что у нее там в компании или вообще вот в нашем районе, где мы жили, там были эмо. Вот реально прям вот прически вот эти там черные с розовыми прятками, там одежды все там, юбка черная, кличетая, розовая кофта. Макияж, да. Макияж, именно вот эмо прям, я их помню. Их тоже били? Да нет, вроде. Честно, вот вообще я тогда не обращала на это внимание. Я просто вот помню, что я их лично видела и не раз, вот когда была мелкой. Но когда я начала хоть как-то в чем-то там разбираться, подрастать, уже их не было. Вот я больше не встречала их. И мне еще очень многие говорили, вот что во времена, когда были эмо, до этого или в это время были еще готы. Вот их я никогда не видела. Ну прям лично не встречала, только вот эмо помню. Ну я свою историю рассказал, что я конкретно видела. А потом я уже подрос, начал работать и мне как-то вот не до этого было, поэтому сложно сказать. Я говорю, когда я была подростком, я вот, ну, что-то вообще было в шоке от того, что происходило целый год. Это длилось, вот убили ребята за этот бренд. Вот, ну, я не понимаю, они еще говорили, поясни за шмот, я тебе вот рассказывала. Я не понимаю, в чем прикол, какая разница, кто что носит, кому что нравится. Почему вот именно вот из-за этого бренда, ну, подделок этого бренда так относились? Ты помнишь один прикол? Автовладельцы бесились. Дети колпачки с резиной снимали и коллекционировали их. Вот в ТикТоке кто-то запустил этот тренд и просто вот подходили к тачке и пиздили. У дорогих машин. Ну, как бы, вот. Как это работает? Нет, я не знаю. Даже несмотря на то, что я была как-то там, ну, их ровесницей, я все равно этого не понимала. Что тогда, что сейчас. У меня были какие-то знакомые, не лучшие подруги, просто знакомые, которые вот прям пытались вот в эту тусовку пробраться наоборот, вот, чтобы вот смотреть на эти драки, приходить туда вот как-то вот там участвовать. Ты никогда их не понимала и не поймала. У каждого своя ролевуха в голове, тем более там, ну, так сказать, в молодом возрасте. Все, что в тренде, ты в этом участвуешь. Хотя, когда взрослый становишься, понимаешь, что это вообще просто жизнь полна. Есть такая теория, я вообще в всю эту эзотерику не верю, что каждый человек, типа, перерождается сколько там раз, да? И те, кто там рождается первый или там второй раз, ну, в самом начале, да? Они глупенькие, еще жизни не прохавали жизнь. А те, кто рождается там уже девятый, восьмой, девятый, десятый раз, то они как бы вроде еще маленькие, да? Но очень такие осознанные, там у них мозги на месте. Мне кажется, я родилась уже не первый раз почему-то. Потому что, ну, вот я говорю, в подростковом возрасте я как бабуля смотрела на всех вот этих вот там ровесников, которые творили дичь, и думала, что, раньше такого не было, что вы делаете? Друзья, по поводу камеры я все-таки вам расскажу. Снимаю я на Canon R8. Объектив у меня 15-30 миллиметров. Я сейчас абсолютно никак не крашу видео. В настройках камеры ставлю Saturation Plus 1. И вот такую картинку он выдает. Мне очень нравится. Если интересно, по Canon есть отдельный видос у Птушкина, на что я снимаю свой контент. Так вот, он прям евангелист компании Canon. Она из коробки рисует красивую картинку. И чем мне нравится R8, то что эта цифра полнокадровая, достаточно легкая. И сам объектив, он и широкий угол обеспечивает, и можно даже что-то приблизить. Вот я вам покажу. Вот эта минималочка 15 миллиметров. Вот эта 30-очка. И плюс еще в камере у меня есть цифровой зум. Он работает только в Full HD, на 30 кадров. Сейчас я вам продемонстрирую максимум. Итак, друзья, это у нас цифровой зум включен. И приближаем. Вот, это максимум. То есть, в принципе, неплохая картинка. Естественно, все трясется, потому что стабилизацию я никакую не использую. Все равно удобно. Можно что-нибудь приблизить и, в принципе, посмотреть. Не знаю, есть у нас там самолеты. Сейчас не летят в Шереметьево, нет. В принципе, вот так вот в горах где-то что-то можно подснять и потом стабилизировать видос. Ну и экшн-камеру я сейчас не использую. GoPro. Потому что, опять же говорю, люблю Canon и не могу. Ну и звук она, кстати, очень неплохо пишет. Еще раз вам покажу свою камеру. Вот так вот она выглядит. Вот и фокус на нее ушел. Все, друзья, заканчиваю влог. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. И следующий влог я уже даже не знаю, когда выйдет. Потому что четверг мы уезжаем. Не знаю, будем котех записывать что-то, нет? Хоза. Короче, будет хорошо, не будет, то знайте, что у нас свадьба. И будем уже на следующей неделе что-то выпускать. Продолжение следует.